Верите в страшилки? А они здесь есть. Что вы знаете про страшилки? Верите в страшилки? А они здесь есть. С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. Сегодня случайно в Абу-Даби мы попали на выставку одного интересного художника. Видео про него было. Перед этим можете посмотреть по ссылочке в описании. Но, как оказалось, не только эта выставка может впечатлить. Когда я впервые попала в Эмираты, мои коллеги рассказывали мне много историй про джинов, всяких там страшилок. Я не верила, смеялась. И тут оказалось, что это правда. Дети любят страшилки. Дети верят в страшилки. Детям рассказывают страшилки их родители. И после этого, бывает, дети становятся известными художниками. А страшилка про Махиру до сих пор живет здесь, в Абу-Даби. И все эти картины рисовались разными художниками. Разными. Про это события. Ставим лайк. Подписываемся. Кто любит страшилки, поехали. Мы поднялись на второй этаж. Здесь продолжение выставки как раз про Махиру. Нам женщина, которая супервайзер здесь, которая разрешила нам снимать, рассказала историю, что такая популярная, наверное, страшилка была. В те годы художник родился. В 1955 году учился он в Каире. Сейчас живет в Дубае. Была такая популярная страшилка. Ему рассказали в детстве мама и бабушка, что девушка должна была идти, ну, как в мол, на рынок. Не дождалась сопровождающего. Обычно женщин здесь сопровождает. Брат, отец или муж. Мужчина обязательно. И сама пошла. Но в результате она уже вернулась, как это, mentally affected, морально покалеченной. Что-то с ней случилось именно на этом рынке. Кто-то ее, может, заколдовал, джин какой-то. И она уже стала такой невменяемой. Могла ходить по комнатам и вообще вот как-то не общаться ни с кем. Могла переходить дорогу, полную машин, вообще не понимать, что она делает. Ну, вот как-то печальная жизнь закончилась. Сейчас сбила ее машина, и художник решил увековечить ее в своих картинах. То есть вот так вот впечатлился. Сейчас зал, конечно, безумно красивый, и картины здесь фантастические. Не сказала вам сразу, мы находимся уже в другом зале, и здесь уже другие художники, которые тоже были впечатлены историями про Махиру. То есть это такая знаменитая, популярная детская страшилка. Вот. Рим-Эль-Мазруи. Вот. Тоже была впечатлена. Вот. Историей с Махирой. Очень многие художники, которые именно сфокусировались на этой истории. Вот. Историей с Махирой. Вот. Историей с Махирой. Историей с Махирой. Переходим в еще один зал и снова смотрим все истории про Махиру. И снова разные художники, которые были впечатлены этой страшрукой. Разные имена, разные фамилии, но смысл картин один и тот же. Что случилось с Махирой? Какой мужчина ее напугал? Почему она вот в один такой момент стала сумасшедшей в один день? Картины просто бомба, красивые, насыщенные цвета. Это вообще фантастика. Я слышала многие страшилки про джинов здесь. Люди любят страшилки, верят в джинов. И вот даже одну страшилку мы сегодня узнали. Напишите в комментах ваш вариант, что с ним случилось. А если не верите мне, здесь есть мужчина, который рассказывает историю про Махиру. Тут даже есть инсталляция. Это Махира. И вот в этой истории здесь было написано, что она отказала мужчине и не вышла за него замуж. И он взял и напустил на нее черную магию. Смотрите внимательно. Вот такое бывает. Аж мурашки по коже. А в этой истории автор предполагает, что она пострадала во время стеретического сеанса. В этой истории предполагают, что Махира была просто заколдована. Какой-то мужчина. околдовал ее магией. А вот эта история, что история Махиры повторяется в других временах, в других эпохах. То есть уже эта страшилка разошлась по миру. И, наверное, уже приобрела совершенно другие варианты. В общем, смотрите сами. В общем, смотрите сами. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что рисовали про Махиру не только арабские художники. Здесь встречаются испанские имена, такие как Гарсия и совсем уж необычно русские имена. Людмила Паненкова. Так что история про Махиру просто дико популярна. Итак, страшилка про Махиру. Эту историю знают многие дети. Что же произошло? Есть много вариантов. Один из тех, который предоставил нам художник, на выставке которого мы побывали, абстракционизм. Дело обстояло так. Махира, прекрасная девушка, должна была идти на рынок. На рынок, мол. Так случилось, что не было сопровождающего. Обязательно женщин должен сопровождать мужчина. Отец, брат, муж не суть. Женщины эмиратские сами на рынки и в молы не ходят до сих пор, кстати. Так вот, сопровождающего не случилось. Ей пришлось идти самой. И после этого она пришла, и все у нее в голове уже было по-другому. Она стала стороны себя вести, будто ее заколдовали. Она могла переходить дорогу, которая была полна машин. Она могла просто безраздумно ходить по дому, разговаривать сама с собой. Она видела какие-то предметы, очертания. В общем, к сожалению, разум ее был поврежден. В прошлом видео я рассказала, что маленькому Абдурахиму рассказала историю бабушка и мама. Здорово его напугало, впечатлило. И он стал художником, абстракционистом. А все картины сзади меня уже рисовали другие художники. Другие художники, которые тоже знают эту страшилку про Махиру. Ну что, из всех историй, из всех вариантов, какой у вас больше всего впечатлен? И по вашему мнению, что действительно могло случиться? Вот так вот пойти на рынок и вернуться сумасшедшей? Разве что из-за цен. С вами была училка физкультуры в Эмиратах. Всего вам доброго. Подписывайтесь и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok